Не получается, встаньте. У кого не получается, встаньте. У кого не получается. И теперь посмотрите на тех, у кого получается. Чуть-чуть разошлись. Артём, Сергей Сергеевич. Сэр, у тебя получается, что обманываешь? Не, я падаю назад. И Никита. Ладно, хорошо. Артём, Никита ещё раз показываем. Внимательно смотрим. Андрей, Андрей, Андрей. Канат оставь. Смотри внимательно. Юра, задача смотреть туда. Ещё раз. Ещё раз смотрим внимательно. Мах ногами, прогиб в спине, да, и в корпус переваливаете, да. Только, только ручками надо упереться за, да, 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 да. Это говорит лишь о том, что дома вы не делаете. Когда я прошу делать дома, вы не делаете дома. Ну, куда деваться? Потому что у меня домашка по музыкалке, домашка по программированию и домашка по школе. Все, братан, я понял, я понял. Как ты еще успеваешь, да, так все? Ты маме помогаешь хоть дома? Не успеваешь, да, Машенька и завалим. Так, парни, теперь кисти быстро разогрели, да, быстро-быстро разогрели, шеи, кисти, плечи, быстренько. Ручки свели за спиной, замочек, левая вверху, правая внизу, сами смотрите. У кого не получается, Сергей Сергеевич, пробегись, пожалуйста. О, поможешь, если у кого не получается руки свести за спиной? Так. Сейчас, спокойно, сейчас к вам прикоснется супер-пупер. И, я думаю, Катерин, тоже поможешь? Ну, если у кого, ребят, не получается. Перебери в замок. Юрец, не бойся, ты что? Конечно, все. Переберешь в замок. Ну. Все есть. В спинку прямо, в спинку прямо, Юр, в спинку прямо. Только локоток вверх тяни. О, схватились, парни, схватились. Терпим, терпим, парни, терпим. Левое, правое, меняем. Терпим, терпим, терпим. Надо держать. А как вы собираетесь выходы там ангельские, архангельские, там офицерские, царские, генералиссимские делать? Как вы джимбар будете делать? Какие? Украинские, русские, славянские. Как вы будете делать? Казахские, СССРские, неважно. Американские, вьетнамские. СССРские? Поменяли руки, сделали, давайте, сделали. Сделали, сделали, все поблагодарили. Да, волшебные прикосновения сразу дало гибкости и сил. Полоса препятствий, поехали, все, понеслась. Маты постелили под элементы. Вот сейчас наблюдаю как раз, что у них это. Маты под элементы, поехали. Сергей Сергеевич, ты, если с девчатами разогрелся, ты, если с девчатами пообщаешься, что-нибудь это, то красота. Ну и заодно наблюдать там по полосе. А, пояса, пояса достали, у кого есть, повязали на перекладины турники. Да, на одном турнике разрешается повязать два пояса. Свои запомнили. Андрей, дверцу закрой вон тут, пожалуйста, в тот зал. Стоп, 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 Иван. Маты разложите под элементы. Вот и синие. Под элементы полосы препятствий. Под участки. Маты разложите. Малышам помогите, парни. Один за всех и все за одного. Никто не подганивай там, чтобы не было никакой ерунды. Мишань, повязывай где хочешь, да. На турничке должен быть повязан. Попить, умыться в туалет разрешается так же, да. Только в темпе все. Маты вдвоем. Что у нас там, Иван, парни, у нас там, смотрите, малыши возюкаются. Что за движение? Помогите, помогите им там. Разберитесь с этим вопросом. Самовыражение актуально в том случае, если оно не будет нарушать позиции жизни других людей. Можно самовыразиться и испортить воздух. А зачем это надо? Поэтому делаем так, выражаемся, чтобы другие счастливые были. И нам, чтобы не было никому неприятно. Ясно? Поехали. Каждый следующий круг полосы препятствий должен быть лучше, чем предыдущий. Я все вижу. Вы не думайте, что я не вижу. Я за вами наблюдаю за всеми. Каждый следующий круг должен быть лучше. Не надо толпиться. Разделились по разным. Начинаем с разных участков полосы препятствий. Что вы там как пчелы на одном налезли? С любого элемента начинайте. Конечно, с любого, с любого, с любого элемента, да, начинайте. Артем, Артем, Сайфулин. Не-не-не-не-не, с нижнего отсека начинай. С нижнего отсека, конечно. Что такой хитрый? Со столба, да, с любого элемента. Так, девчат, не пугай, Андрюх, понял? Ты носок один снял уже? Ну ладно, ладно, хорошо. Один носок можно снять. Второй не надо. Пусть они, я вообще прошу в перчатках и в носках, чтобы максимально скользко было. Будет сильный хват? Если скользко, будет сильный хват, а году потом проще будет. Будет проще. Давай, потягивай. И, Артем, по накатной надо было... Ну ладно, давай. Каждый следующий круг должен быть лучше. А мы придумаем ее на полу. То есть, не обязательно... Это здесь они, как бы, знаешь, это разогрев такой идет. А так все ту же полосу препятствий можно на полу сделать. Не сокращаем, не читерим, не обманываем. Делаем все четко, правильно. Да, да, Никит, молодец. А что, надо было перелететь тогда по наискосок налево, и все. Каждый следующий круг должен быть красивее и труднее, чем по исполнению, чем предыдущий. Юра, ты если что не говоришь, то что я не... Она повесел. Да, нужно, да. Я его сделал сейчас, когда дотяну я сеньку. Я видел. Махом, надо было рукой дотянуться, да. Но вы завязали зеленый, не совсем корректно у вас завязан. У вас раскид идет в кончиках. Миша, 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 Миша. Колесо, кувырок, колесо, кувырок, сальтуху. Сальтуху нет, значит, колесо на одной руке. А потом, а потом соскоку, прямо на переклады. Кувырок, колесо, кувырок, аккуратно. Аккуратно, Миша, никого не бьем только. Так, знаешь, что это... Опять. Или опять было то же самое? Андрюх, дыхание не сбивай своим разговором. Можно петь. Ты можешь петь, если хочешь. Вот ты и прокачиваешь. Лёх, ты шпением занимаешься? Да. Ну, вот пой, давай, нам спой что-нибудь. Нет. Игра в кальмары нам здесь не надо. Спеть не хочешь? Давай, у нас зима. Ой, мороз, мороз. Ну, начинай. Песню знаешь такую? Не знаешь про мороз? Да, хорош ты всё знаешь. А какую знаешь детскую? Давай. Хором? Ну, мы тебе сейчас в хор подыграем. Ты начни, а мы сейчас тебе поможем. Нет, ну, в смысле, я сейчас не хочу петь. Всё, я понял. Да иди. А ты бы себе бы несколько баллов сейчас в пении. Давай, два подтягивания. Два, ножки не отпускай. Два подтягивания. Ножки не отпускай. Ножки не отпускай. Молодец, аккуратно спускайся. Аккуратненько, аккуратненько. Кувырок, колесо, кувырок. Четыре-восемь кругов, помните? Если делаете четыре, то четвёртый круг должен быть вообще крутой. Если делаете восемь кругов, то восемь... Да. Конечно, конечно. Перед началом полосы препятствий. Терпи, 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 терпи. Терпи. Ну, а куда деваться? Вот так на соревнованиях ручки спотеют. Что делать? Надо перетерпеть. Да нет, а может быть магнезии не быть. Аккуратненько, аккуратненько. Давай, перескок, Никит, туда. Перелёт делай. Перелёт. Двумя ногами. Закидывай ноги прямо на перекладину. Давай, молодец. Раз. Отсюда соскок. С ягодиц, с бёдер прямо соскок делаешь на перекладину. Любую, выбирай себе. Выбирай. Выбирай любую. Раз, подъём переворотом давай делай. Нет? Нет. А зря. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Топорик? Артём, с Айфулин, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Андрюк, да это не важно. Да просто спросил. Чтобы его догнать или чтобы радоваться, что ты его перегнал? Я понял. Показать на выступление, посмотри. Сейчас, погоди. Сейчас они разогреются, начнут элементы делать. Как такового у них программы нету как таковой. А чё, так почему? Всё, я понял. У тебя тренировка, да? Всё. Парни, 4, 4. Оп, Денис, Владимир. 4. Кто сделал сколько кругов? 4 круга кто сделал? Здрасте, здрасте. 4 круга не сделали, да, никто? Я сделал. Сделал, Артём? Я сделал. Взрослые останавливаются на 4 кругах. Малыши по желанию. Взрослые выстилают. Денис, что там Николай Алексеевич неизвестно? Ясно. Но это хорошо. Сегодня? Нет. Он просто собирался приехать к нам. Взрослые сейчас выстилают маты, если сделает 4 круга. Давайте под это, да, перекладинку? Постилают под это, когда вам удобнее? Вот этот или этот? Вообще вот этот. Но вы говорите под это. Да, потому что, чтобы никого не пихнуть, давайте как бы под тот. Пам, 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 пам. Всё, здоровый со всеми. Всё, я понял. Яблоки на стрягу, да? Маты стелим? Матрасы, потом поролон, потом маты чехлённые, да. Одинаково должно быть малышам и взрослешам. Артём, ты что там в канат закатался? Никто ничего не кидает, никто никого не мешает. Ты сколько кругов сделал? Помогай маты стелить. Помогай маты стелить, потом пить. Для малышей, для взрослых должно быть всё одинаково. Паралон, парни, парни, поролон у стены, помните? Паралон у стены. Тихо, тихо, тихо. Ты размялась? Ну, быстренько, плечи, руки, ноги разомни и на полосу препятствий. Андрюх, если что, если что, Ксюхе поможешь, Ксении Денисовне. Ксюш, ты размята? Я пошёл ещё. Куда? Ещё остальное принесу сразу. Тебе помочь? А что там, серый внизу? Ну, промок же. Я сам сделаю? Да, да, эти все я забью, вытащу сразу. Шестые, вот эти все, чтобы они в машину не лежали. Ты ему, у него ключи возьми, ему машину переложь. Ты сразу ему машину переложишь. А сюда заберёшь? Ну, здесь-то они зачем? А, здесь они... Здесь не надо, если у нас уже уходят отсюда вещи. Сегодня опять пришли маты разбросанные, какие-то лежат, вообще непонятно. То есть люди приходят, даже кто занимается, они порядок не наводят до собой. Стрейн, Надюш, а будут до восьми кругов. До восьми, всё, лады. Попить, умыться в туалет, кому надо передохнуть, кому надо восемь кругов закончить. И поехали на выполнение элементов. Пояса перестелите, да, перевяжите. Задача, смотрите, парни, парни, задача. С простых на трудные переходим. Мне сейчас надо разогревочный первый увидеть. Второе. Мне надо увидеть простые связки в сборке. И третье. Потом уже через, там, 40 минут, 45 минут, начинаете то, что вам надо отточить новое. Техника безопасности... Стоп! 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 Сказал же, стоп! Ксюша, все на меня внимание. Да, замерли. Техника безопасности на линии в области элементов никто не находится. Исполняющий несет такую же ответственность, как и кто там рядом трется. То есть, прежде чем залезть исполнять, надо посмотреть, чтобы никого рядом не было. Поддержка страхующие стоят сбоку. Если надо, мат поправили, посмотрели. Малыши, никто... Где бегать нельзя? Вот покажите, где бегать вообще нельзя находиться. Никит, покажи им, где. Вообще нельзя находиться. Ясно? Ясно? Молодцы, поехали. Я четвертый. Давай-давай, молодец. Да. Я не хочу больше. Почему? Устал? Все, делаем на элементы, если ты устал. А. Сейчас Ксюша тебе покажет, да, как можно десятки. Никит. Ладно. Иван, который у вас не получается, потом. Сейчас начните разогрев с тех, которые вы умеете, сто процентов. Ясно? Выходы, заходы, подъемы, спуски, склепки. Все что угодно. Которые вы можете сто процентов делаете сейчас. Иван, еще раз повторяю. Сейчас вы делаете элементы, которые вы можете делать сто процентов. Сначала вы разогреваетесь. Андрюх, погоди, не торопись, конечно. Видишь, что там делают? Никит, сто процентов, которые ты делаешь связком, от пяти элементов и больше. Мне надо сейчас увидеть от вас, от пяти элементов и больше. Все. Полеты все статические, динамические действия. А так, те палки шесты, сюда их не надо заносить. Я просто думал, они, по-моему, отсюда. Нет, нет, не отсюда. Отсюда ушел один длинный шест, а те штабные все. Потому что нам же там надо будет сейчас фейерверками продумать. Что? Кого? Их было здесь два длинных. Там штабных два длинных, но они одинаковые по размеру. А здесь было два длинных разноростных. И очень длинные были. Вот смотрите, девочка, в носках, понимаете? Ну, правда, там волшебные колготки, наверное. Все, не жалуются, что в носках. Не жалуются, что скользко, не скользко. Вообще нет жалоб никакой. Ксюха, Ксюха, Ксюха пропустила. Кувырок, колесо, кувырок. Ксюха у нас сегодня считает попасть на тренировку на полотнах. Но это надо, значит, договориться. И возможно все получится. Ребята и девчата, пересчет. Упала. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Кто третий сказал? Да хороший. Давай заново начали. Хороший. Вы что, если кто повторяется, еще раз начинайте. Поехали. Прям продолжай. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Что, восемь человек что ли? Я вас сошел. Точно? Точно восемь человек? Девятый сказал. А кто девятый? Ксюша? Умница. Все, продолжаем. Молодцы. Вчера, да? Давай. Да, да. Мы с этим сетей с ним общались. Мы два раза. Я. Там у Серого все хорошо? Он ушел минут 15. Он радостный. Ну я знаю, я пришел, я его встретил. Внизу. Внизу, да. А, вот. Мы переобувались и он там. Это все такое, но в школах, вот которые я тебе говорил, вот все три школы, которые третья, пятая и девятая. Артем, скажи, пожалуйста, у вас в пятой школе какие турники, парни? Хорошие. Нет, вообще нехорошие. Вообще нехорошие, видишь? Там нет снаряжения вообще. В пятой школе. Там был раньше спортивный зал малый. Он остался? Там где лазить, канат, висел? Нет, нет. Нет? Там как заходишь с правой стороны, прям заходишь с правой стороны, транчатка выду, а потом его переделай в спортзал. Там все сейчас, мне сейчас завалим. Канат есть, висит? Да нет там канат. Там один турник же висит. Да, по-моему, один турник. Турники остались в домшем зале, да? Да. Там они такие на лестницу крепятся, вот такие там дожди. Просто навесной. Просто навесной. То есть у них нет площадки там такой, там даже на школу, ну, на улице. И чем лазать не вам, и вы туда повезете много? Да, на поле. Мы вообще можем ничего не вести, а просто сделать с полом и со стенкой. Веселые старты, может выстроиться даже... Я про веселые старты, я про ваши показательные выступления. От Коли я получила установку, вам получат. Ну, чтобы Коля появился, чтобы он сказал нам, про какие показательные выступления он говорил. Да, и он сказал, что в последний раз просто это немножко было хротически выстроить вот этот процесс. А, это кого он возит? Да это кого он возит? Я ему говорю, там вообще шляпа все, кого он возит. Вот этих парней, которые здесь ничего не могли сделать. Я Коля вам сказал, что они ничего не сделают. Они приехали, они ничего не сделали. Конечно, этих даже сейчас нет. Это там уже испугались они сто раз. Они даже ходить переживают. Задачи пока не было. Мне есть задача... Андрей, секунду. Хорошо. Давай, там. Мне что поставили задачу? Подготовить ребят. Диски. Вот у нас пятая школа есть. Пока пять человек. Раз, два, три, четыре. Еще пятый с Солитин. Его сейчас нет. Пять человек из пятой школы. Подготовить их, чтобы они грамотно включились, например, в веселые старты, либо какие-то мероприятия, связанные непосредственно в школе, чтобы заинтересовать руководителя этой школы. Вот у меня такая задача. Не про выступления показательные, не про, как таковое от Николая, про соревнования. Ну, у него у самого нет понимания. Если нет турников, вот никто ничего из них не сможет. Опять, показательное выступление, оно подразумевается, например, даже когда люди говорят, мастер-класс там проводить. Это подразумевается, как минимум, чтобы уровень был настолько серьезный, чтобы по-настоящему это был мастер-классом, да, чтобы людей заинтересовать. В нашем случае, как я это вижу, надо лишь только объявить, что есть, например, клубы, секции или там федерация проводит в этом зале такие-то занятия, в такое-то время, приходите, научитесь. Показательное выступление, что можно сделать? Например, без инструментарий, без тренажеров. Это элементы акробатики простые, потому что там даже матов нету, чтобы ты понимал, там даже матов нету. Это набор. Ловкость, сила, гибкость. Это передвижение, это силовые действия и это качество, связанное с растяжкой. Если у тебя есть какой-то интерес, поставь задачу, посмотришь, вот прям показываешь ты, 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 иди сюда, делай то-то. Прямо вот из них выбирать кто-то должен. Что речь, про брусья, они заработают. Там есть брусья, парни, в школе? Мы их можем привезти, нет. Сейчас, погоди. Нет. Ты имеешь, что, стойки? Да. Железные. Не, ну можем, конечно, привезти. Там вообще ничего нет. Ну есть волейбольный мяч. Ты с наборами и стойками тренировались? Нет. Они делают стойку на руках, делают в основном на турнике. В основном все турники. Давай сейчас возьмем, что это сделаем. Сейчас сейчас запишу, я сам сделаю. Либо выбирай, кто этим нужен. Прям показывай, и так и так пойдешь ты. Сейчас я запишу, секундочку, и поделаю. А те, кого у Николая, говорю, ездили, это вообще все не отчемные. Это когда парни приехали... Во-первых, у всех нравится... Денис, чуть либо туда, к девчатам, да, чтобы я это видел. Всем нравится подпрыгать, сальтухи, на матах покрутиться, повертеться. Когда... А, вы крепеж, ты крепеж проверял, там, на потолке он есть. Пока ничего тащить не надо, конечно, надо тащить. Мы сначала поедем, поговорим с ним, но в положении сформируем. Я, как правильно понял, вы решили остановиться пока на одной школе. Пока, да. Надо попробовать. На пятой? Ну, потому что пятые представители из пятой школы. Сейчас еще посмотрим, как это будет, и в каком варианте это они. Я вижу, что мы все классы допускаем, за неделю все классы. Ну, опять из-за карантинных мер, а не так вот, все вот это переживание, да. Николаю Прошкову еще с того года его просим, еще говорим, ты и давай, созвонись, и что, вот, что-то, какие-то движения надо делать. Ну, вот он... А что там уже надо делать, надо туда приехать. Конечно. Он сейчас не берет, ты ему пробовал позвонить? Нет? Нет, наберешь, может быть, попросит, скажешь, Николай, мы тебя ждем, мы же его ждем. Да, а я наоборот думал, ты его ждешь, а я его жду. Все, я понял. Да он здесь заруливает, он же босс, босс федерации. Ну, пилик не попробуй, потому что что-то у меня не получилось дозвониться. Может, от девушки хоть трубку возьмет. А, у него суббота семейные, ну, это у всех суббота семейные дела и прочее, но... Ну, вот сюда, Серый, выходите, вот сюда. Конечно, конечно, конечно. Можно добрую смс-ку. Колян! Здесь... Дети. Дети! Срочно сюда! Арсений, все правильно, подъем-переворотом, смешание, оттачивайте, да. О, вот и гипотическое жертвование. Ну, вот и наш договор, вот так и постоянно. Он нам еще документы подвезти должен. Я ездил сюда в занятия, я в одном месте занятия не провожу, а провожу здесь. И мне надо, чтобы в том месте никто не расстраивался, чтобы было подтверждение, куда я уезжаю. А он мне каждый месяц выписывает, что Сергей Геннадьевич, просим вас привезти занятия в клубе вальсововой атлетики, и Лясем, и Трясем, и прочее, и прочее. Ну, уже сегодня, уже половина месяца, а пока что-то его нема. Денис! Побросим по каким бруссам? По желе, по вон тем. По вон тем. Тебе... А, напольные? Лады. Да, конечно. Нет, они просто черные сейчас, стойкие. Парни, по одному, сейчас Денис Владимирович будет каждого вызывать, по одному, сюда. Сейчас пока занимаетесь, каждого он по одному будет вызывать. Денчик, они за чехлом накрыты. Стойки ты имеешь, да, вот эти вот стойки? Да, 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 два штуки, да. Арсений, паралошек один возьми, он возле стены, тоже положите, либо взрослым, либо вам. Паралошек под... помнишь, да? Под мат под какой? Артем, давай оттуда. Артем, Маркушок, надо было оттуда стойку, ну, крокодильчик, выход потом, ноги вверх. А ты ее отброси в сторону, отмолоки ее в сторону. Артем, вот. А, ну пойдем, Артем, ну пойдем. Первый, давай, задачи какие-нибудь. Че, давай. Как? На отчетнике. Ну и красавчик. На отчетнике где? На брейк. Брейком, да, мы все в курсе. Че, у нас здесь лучшие люди города. Артем, уголочек, подержи, пожалуйста, уголочек. Носочки натяни, носочек натяни. Молодец. Молодец, так. Теперь отсюда давай попробуем так. Да, ну это упрощенный вариант, красавчик. Ну а давай тогда V-образный вот такой уголок с предплечьями с упор. Прям ножки вверх поднимай. Давай, да, носочки надо было натянуть. Нормалек, терпи. Крокодильчик попробуй. Поближе сдвигай. Смотри, сейчас получается крокодильчик. Потом упор плечами давай в перекладины. Наклон вниз, упор плечами. Прямо отсюда упор плечами в перекладины. Да. И аккуратно подъем ног. Да, 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 да. Страхово? Ну сейчас здесь Владимир себе поможет. Они шатают, согласен. Это вот растащили там, все по чуть-чуть разворовывают. Ну давай ты на плечи, если упор сделаешь. Крокодильчик, упор на плечи, оденись тебя за ноги, да, чтобы ты вышел ноги вверх. Не бойся, не бойся, давайте. Куда? Куда? Ниже к кроме не упадешь. Куда упор на плечи? Попробуй. Попробуй. Не резко только, ничего, быстро не делай. Ножки, ножки выше. Молодец, молодец. Плечами упирайся, прям не бойся. И теперь шпагатик выводи ножки. В ножки шпагатик выводи. В ножки шпагатик. Венес выровняли его. И держи спокойно, дыши спокойно. Видишь, что у нас сюда приходят разные люди. Один болтик утащит, другой гаечку утащит. И вот так вот все и происходит. А мы только успеваем скручивать, да и что не хватает. Так, что еще? Что еще? Что еще? Сейчас Денис подстрахует, не переживай. Сейчас все хорошо. Денчик, правой рукой упад плечи, а левый под ноги. И спокойное натяжение. Давай, 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 нормалек, нормалек. Он пока пробовать не будет, но не получится. Нет. Я говорю, не смогу. Так, что еще у нас? А, ну это они шатаются. Так, погоди. Что у нас еще здесь есть? Стойка на руках. Что? Андрей, Андрей, кто разрешил тебе брать? Это Юра спросил у Сергея Сергеевича, а потом и дал мне. А? Юра спросил у вас муфа цифру. Ты разрешал? Да. Все, я понял. А сможешь руку от меня брать? Вот ты вышел. Андрюш, чуть-чуть в сторону, чтобы не пересекалось твое нахождение в разговоре. Давай, 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 давай. Молодец. Да, конечно, можно все. Ну просто, когда у нас всего лишь два часа, например, в одни дни на разные занятия, и мы в течение там пяти тренировочных дней пытаемся выстроить так, чтобы ребятам хотя бы удержать интерес. Потому что кто приходит к нам, кто много же приходит, но с улицы. А это то, это сё, да сальтухи надо крутить, да статика нафиг она кому нужна. И вот они начинают парням по мозгам проезжать. Ту базу не хотят крепить, не хотят достичь, не хотят прыгать. Хотят, чтобы ладони были содраны до кровавых там мозолей. Чтобы уроки делать, не надо, чтобы говорить, мамка, у меня руки содраны, я уроки не могу делать. Система есть. Вот это, что сейчас наблюдаешь, это система. Но когда приходит Николай, знаешь, что говорит? Серега, ты не пугай, ребят. Не хотят они базу делать, пусть не делают. Вот так. Я тебе отвечаю, вот так это происходит. Но это вопрос ни ко мне, ни к нему. Это вопрос вот туда. Потому что они ему говорят, Николай, нас Сережа Геннадьевич заставляет отжиматься. Не они говорят, нет, а другие, кто вот модничают. Кто там на мастер-классы хотят не ездить. Да, на мастер-классы. Поехали. Все, спокойно. Давай. Выполняешь задачи, с которой тебя ставят. Уголок, поехали, с уголка простой. Да. На предплечьях. Давай сначала просто на носочки натяни. Молодец. На предплечьях. Спичак, стойка на руках. Выход, стойка на руках. Давай, уголок с предплечья. Молодец. Вы, брат, попробуем ножки выше поднять. Ножки выше поднять. Давай, натяни, натяни, молодец. Так, следующий крокодил. А у меня что-то, знаешь, переходим. У нас есть маленькие стойки. Оль, есть маленькие стойки. Есть маленькие стойки. Теперь выход, давай. Не-не-не, голову вниз. На верх, голову вниз. Денис, страхуй. Попади, повади, повади. Еще раз давай. Не упадешь, не переживай. Выходи. И на разножку, на разножку наверх. Тебе нужно вывести попу наверх, а потом с согнутой ноги вывести разножку. Надо махом, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-дон-тон-тон-тон. Только улетел. Махом, махом надо. Знаешь, как мы спичак учим? В принципе, интересная позиция. Убирайся руками к полу. А теперь клубы прижимай максимально. И пытайся в разные стороны развести ноги, чтобы оторвались полностью ноги. На воздух выходи. Прижимайся. Упор таза у тебя. На руки центр веса переноси, центр веса на руки переноси. Только головой надо идти вниз смотреть. Не вниз, не вверх, а вниз. Вниз, вниз. А потом они потихоньку считают на руку. Тяжко? А таким же макаром тоже возле стенки можно? Это можно. Да, можно и возле стенки. Можно любую отборку.